Больше двух тысяч казахстанцев находятся в листе ожидания на донорские органы. После мартовских поправок в кодекса здоровья у каждого из нас появилась возможность завещать свои органы онлайн. Все данные о казахстанцах отдать свои органы после смерти или заявить свою категоричное нет закрытые. По словам директора республиканского центра трансплантации они недоступны даже им. О согласии пациента или его отказе возможно узнает лишь в одном случае. Все данные которые попадают в регистр воли и веления закрыты и доступны только республиканским координаторам при смерти данного человека. В остальном случае они никому не доступны. Мы имеем только общее количество, сколько человек высказалось в ту или иную сторону. Органы донора после его смерти при условии, что человек при жизни был здоров, могут спасти до 8 человек. Пересадить можно почки, печень, легкие и сердце. Главное, чтобы была тканевая и групповая совместимость. Один трупный донор может спасти жизни 8 человек. Один трупный донор может быть донором печени на одного или двух человек. На двух доноров две почки, легкие, поджелудочная железа. По словам врача-трансплантолога 1-й Шемкентской клинической больницы, операцию по трансплантации органов от трупного донора провели у нас всего один раз – в 2017 году. Больше подобных операций в Шемкенте не делали. Пациенты при жизни или их родные не давали разрешения. В Шемкенте практикуется лишь пересадка органов от живых людей, чаще всего от родственников. Правда, не все готовы расстаться с почкой или частью печени, да и не всегда орган, который могут пересадить, здоров. Из-за этого чаще всего пациенты не дожидаются своей очереди на трансплантацию. Только за 9 месяцев этого года в стране, так и не дождавшись донора, скончались 238 человек. У нас по всей стране идет тенденция снижения случаев трупного донорства. Это не только у нас. И в Алма-Ате, и в других городах. И это в связи с этим, да, многие пациенты уходят из жизни, не дожидая своих очередей. В Шемкенте в очереди на трансплантацию почки стоит больше 200 человек. Пересадка печени требуется 50 пациентам. По медицинским показаниям, трупным донором может считаться только тот пациент, у кого зафиксировали смерть головного мозга. В состоянии, когда мозг уже мертв, а остальные органы функционируют, тело может провести от пары часов до нескольких дней. Это золотое время, за которое координаторы, а они есть в каждом городе и области, уточняют статус пациента, дал ли он согласие или не согласие на то, что его органы после смерти изымут. После остановки сердца органы пересадить нельзя. Трансплантация во многих религиях не порицается. Однако встречаются правила, которые противоречат медицинским показаниям к трансплантации. Донорство с точки зрения шариата разрешается в некоторых случаях. Если человек умер, из него хотят сделать донора. Первый пункт – должны убедиться медицинские сотрудники, квалифицированные, очень опытные медицинские специалисты, и минимум из трех человек должны в письменном виде указать, что человек уже мертв. Ну, то есть бывает иногда у человека бывает клиническая смерть или предсмертное состояние. У человека мозг остановился, а сердце и другие органы все работают. В таком случае ни в коем случае не разрешается трансплантация органов. Жители Шамкента к донорству после смерти относятся неоднозначно. Одни называют это бессмысленным потрошением трупа. Другие согласны, но при условии полной анонимности, из-за боязни ускорить смерть потенциальных доноров. Донорство – это хорошо, если родственников разрешать, то можно все хорошо. Вы бы сами смогли пожертвовать свои органы после смерти? Да, подумала, да. Смогли ли вы пожертвовать после своей смерти органы другим людям? Да. Почему? Ну, потому что я все равно умру, пусть люди живут. Конечно, мне уже все равно, а человек выживет. А вы? Тоже такого же мнения. Зачем они нам? Если мы все равно умираем уже и нас не спасти, то лучше отдать людям, которым нужны эти органы, чем они просто так закопаются в земле у нас. Незаконные операции по трансплантации донорских органов нередки. Черных хирургов не раз приговаривали к длительным срокам тюремного заключения. А потому недоверие к инициативе трупного донорства остается из-за возможной коррупции. Минздрав пытается переломить негативное отношение и вернуть доверие казахстанцев. Уверяют, органы пересадят исключительно казахстанским рецепиентам, а операцию проведут бесплатно. В таких случаях не может быть. Просто люди должны понимать, что... Потом еще один момент, чтобы... Мне часто спрашивают, если будут знать, человек согласился или отказался, будут использовать во время лечения и так далее. Расскажу, что данные закрыты. Во-первых, а во-вторых, если человек... Мы говорим о плохих, черных трансплантологах. Им без разницы, человек давал или не давал согласие. Вы согласитесь со мной? Казахстанцы могут распорядиться своими органами через поликлиники или сайт электронного правительства. Для этого необходимо зайти на сайт egov.kz, выбрать раздел здравоохранения, далее перейти в раздел регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей и органов после смерти в целях трансплантации и заказать услугу онлайн. В открывшемся окне выбрать, дать или отозвать свое согласие на изъятие органов после смерти. В один клик можно принять важное для себя и своих сограждан решение. Поменять его можно в любое время и неограниченное количество раз. Отказ в письменном виде уже подали 238 граждан. Шестеро согласились. Онлайн на сайте egov отказались 1423 человека. 183 казахстанца дали свое согласие на посмертное изъятие органов. Анастасия Новикова, Ирландбек Саидов, Абзал Турабеков, Информационная служба телекомпании ОТРАР.